Пап, можно уйти, пожалуйста, за номер сай, рассказывать? Ты расскажешь, что тебе приснилось? Да. Ну, рассказывай. Не писать, что мы опоздали на поезд, а папы нет. Нас прилегали, прибежали на станцию, а поездов-то нет. Папа уехал. Без нас? Да, без нас. Да ты что? Мне вот это все приснилось. Как папа мог без нас уехать? Мне кажется, это невозможно. Еще в других днях мне объяснилось, что я был сильным ниндзей, и я был до остров, один монстр попал в машину, и получился монстром машина. И она ехала прямо за автобусами. Обалдеть, вот это тебе экшены снятся. Мы написали тотальный диктант, успешно, пока Тёма спал. И сейчас едем в библиотеку иностранных языков запасаться новыми книжечками. Мы приехали в библиотеку. Как классно, что тепло, что весна. Солнышко, да, пап? Да. Так, у нас открытые носочки? Утираем ножки. Утираем ножки. Ребятки. Это пять. Я не могу тебе дать кокпетку. Тёма. Тёма, здесь есть друг, гардеробщица. Тёма, тут не уместен, спасибо скажи. Спасибо. Подождите, ещё не всё решили. Да, ну что? Ладно, я пошла. Раздевайтесь тут. Ребятки, раздевайтесь. Я поняла, вчера была интересная презентация, но я не знала, можно было съездить. Субтитры сделал DimaTorzok Чего такой вредный, а? Это вырубляет, любезно. Не дал маме книжки повыбирать. Ну, устал? Угу, хочется попросить. О, а вот автомат. Угу, действительно. А то, что ты меня 10 минут назад попрошил. Знаешь, что с дачи написано? Не слушает, мам. Не слушает, мам, этот ребёнок. У нас ещё в библиотеке. Сюда. Ну да, это моя крышечка, а не с дачи. Ай, хулиган, дай. Ну что ты ходу гонишься, ну-ка? Так. Упала. Я тебя в сумку. Да. Хулиган. Крайне богу, не видишь. А ты задам напьёшь. Крайнец, задам вот так. Смотри. Ты задам напьёшь, надела вот. Всё нормально надела, зайка. Взяла несколько книжек. Что успела выбрать, то взяла. Тебе уже были у нас книжки? Я их продлила. Взяла вот такую почитать. How the rich legally make more money in playless tax. И вот, вот эту... Ну, подожди. Are you smart enough to work at Google? Мне очень понравилось. Здесь приводятся примеры вопросов, которые задают людям при трудоустройстве в Google на собеседованиях. Тём, ну, пожалуйста. Тём. Я тебя прошу. Вот. И здесь есть такие интересные вопросы. Например, вопрос. Представьте себе какое-нибудь там место на Земле. Может быть, там даже конкретизировано, не помню. Где живут жители, которые хотят стать родителями. И которые хотят, чтобы у них рождались только мальчики. И они будут пытаться делать детей, рожать детей, пока у них не родится мальчик. Вопрос следующий. Какова будет пропорция между девочками и мальчиками, если все эти родители добьются своей цели и родят мальчиков? По-моему, это взрыв мозга вообще. Ну, я такое точно не решу. Она пустая. Ставь её. И будем аккуратно складывать. Я буду держать. Нет, ты клади. Тебе не удержать будет. Они тяжёлые. А я буду класть внутрь. Давай на диван, чтобы её не пачкать. Вот так. Отлично? Отлично? Но оно тяжёло, Тём. Ты что, пупок развяжется. Не надо. Как танцует робот. Мы вышли из библиотеки и решили прогуляться по Рубинштейне. Немножко перед сном. Поснимать наш красивый город. Потом поедем домой. Пробежались немножко. Поэтому я запыхалась. Так. Вот это оно, по-моему, нет? Ты посмотри, ты просто исталки, исталки, и закайку. А, да, я думала, это консульство. Жалко. Но оно где-то тоже. То ли на Рубинштейна, то ли на Фурштадской. А оно, по-моему, там и на Фурштадской, да. Где-то рядышком. Хоть тебе хочется? Нет. В ресторан. В ресторан какой-то? И у нас цвета. Гурман. А мне что-то хочется красного цвета. А мне как черные икры. Кто еще чего хочет? Ты какой-то черный икру выводил. Какие балкончики. Действительно. Вот, обратите внимание. Какие романтичные балкончики. Как клетки. Я покажу. Это место, где оно называется. Пять углов. Пять углов. Вот если бы я жила в этом доме, вот здесь у меня был бы рабочий кабинет. Там бы был стол, ноутбук, ну, в смысле, блокнот. И много-много книг. Очень много книг. И программа для монтажа. Счастье, это когда Ты без звонка Можешь войти в мой дом И в любовь мою Знаешь, что всегда Наверняка Тема, это Сергей Довлатов. Писатель. 34-я квартира. Писал на поле. Да, это специально. Мы идем сейчас на пять углов. Тема, Женя хочет показать Теме. Это, ну, отчасти историческое место В городе. Мы, в принципе, уже пришли. Это место, где сходятся Пять улиц, как сказал папа наш. А может, даже больше. Поэтому оно так называется. Пять углов. А почему называется это место Пять углов? Потому что здесь Пять домов Своими углам И приходится на этот перекресток. Так. Да, ну, посчитай. Раз, два, Четыре, пять. Вот это пятый, да? Раз, два, Три, Четыре. И вот этот вот пять. Как я люблю свой город. Ты вреденка стала у нас, да? Да, 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 да. Что это вы такое купили? Это печеньки. Разве это печеньки? Да. Это крекер с морской солью, с кунжутовыми семечками. Да, я буду с морской кукой. И с тыкой, кстати. Постой, пожалуйста, приятель. Куда? Стой, говорю, мы папу же ждем. Здесь есть такой фотоавтомат, мы решили на память сделать. Садись сюда. Несколько снимков. А там есть, куда камеру поставить? Смотреть нужно будет вот сюда. А мы влезем все вместе. Да. Давай, заходи. Можно я вот туда в уголок? Давай, заходи в уголок, а я последний за это. У меня же сумка. А что они такие? Ч-ч-ч, пальчиками не трогай, сейчас тебе покажем. На тебе, смотри. Я думала, оно вертикальное будет, а он горизонтальное сделал. И что вот эти? Забавные такие. Тём, не по мне только. Они одинаковые. Уже так заметно стемнело, мы возвращаемся к машинке и едем уже домой. Тёмочка, у нас что-то вообще... Кстати, на камере не так, что стемнело, правда? Да, да, да. Смотри, там светло. Да, да, да. А вообще сейчас очень темно. Да, 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 держись подальше от дороги правильно. Как красиво. Ну, посмотрите, какая красота. Ланечков дворец. Ланечков мост. Невский проспект. Семейка любимая моя. Такие книжки классные, тёмки в библиотеке взяла. Прям не нарадуюсь. И на изучение алфавита, и просто почитать. Принеси, покажем. А где они, мам, напомни? Сумочки iHerb. Хорошо. Билота. Неси, они сверху лежат. Да, и другие ещё неси. Вот он принёс ребёнка. Сейчас покажу. А это бумага нужна? Ну, это тоже неси. Это газета, а не бумага. Мама взяла там в библиотеке почитать. Смотрите. Это книга 92-го года. Но она потрясающая. Ну, это ты уже взрослые книжки принёс. Неси свои детские. Мама сказала все нанести. Ну, правильно. Хорошо. Давай, мама правильно сказала все нести. Смотрите. Первый разворот. Здесь идёт перечисление всех героев, которые будут встречаться в книге. То есть здесь есть картинки с примерами. Бросай. Спасибо, зайчик. Спасибо большое. Спасибо. Я разберусь дальше. Спасибо. Да не вытряхивай. Спасибо. И дальше по алфавиту разные глаголы, существительные ситуации. В общем, и настолько она продумана, насколько здесь всё качественно, здорово сделано. Единственное, она вся вот такая вот порвана. Я буду, конечно, её клеить. Мне дали разрешение на эту библиотеку. Собственно, ручно подклеить. Очень классные здесь примеры. Думаю, что я её отсканирую даже себе. Ну, чего? Ну, что? Мама, сейчас Бобби ездит. Подожди. Да пусть Брол приедет, я же не против. И Тёме она очень понравилась, что самое важное и главное. Мы прямо за поем сейчас её почитали, посидели с ним. Окей, let's play. Сядь, подожди, сниму тапки. Пока к нам надо освободить место. Привет! Сядь, подожди, сниму тапки. Меня зовут Ворм. Какой ты назвал? Меня зовут Артём. I'm so happy to see you today Look, I live in a big apple This apple is very beautiful Do you know that apples can be red, green and blue? Нет, таких не бывает Why? В Испании только такие бывают В Испании, а мы сейчас в России Хм, окей, apples can be red, yellow and black Нет, они, они, они еще, еще, они Они в городе, который называется Пэн О май, I have never been in such a beautiful town Я могу тебе показать на нашей городе в Испании, где Пэн Вот такой находится Окей Пойдем No, I'm afraid of you I won't go with you No, 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 no way Тогда Лапчик тебя закоил Please, come on Let me see something Why it's so bad? Ха-ха-ха Здесь очень классные примеры И очень здорово проиллюстрировано Сейчас покажу Мне понравилось Вот слово deep Как показано The water is deep It's a long way to the bottom of the pole И еще мне очень понравилось слово float Сомографы, мафоны, амонимы Смотрите, float These balloons are floating in the air And Sandra can float on the top of the water То есть шарики воздушные у нас парят Летают И Сандра тоже на поверхности воды Это тоже слово float То есть неправильно сказать, что balloons are flying They're not flying, they're floating Очень важный момент И вот, кстати, слово сразу же не отходя Float Наводнение Тема его запомнил моментально Один раз пролистали книжку Настолько его впечатлила картинка Он ее запомнил И когда я листала второй раз ее Он сразу же мне показал Сказал, что это flood Так что вот такие вот визуальные шпаргалки Они очень классные И еще, кстати, что немаловажно Здесь есть транскрипция для мамы Пусть она английская, но она весьма понятная Ну, или для учителя Вот очень хочется, например, это слово прочитать Как giant Здесь есть напоминание, что это все-таки giant Ну, вообще, хорошие очень примеры Такая добротная книжка Они видно, что не от балды составлены А с каким-то смыслом И из этого примера человек не только изучает Запоминает слово Но и какой-то, например, предлог Идущий с этим словом Или какое часто с этим словом Другое слово употребляется Ну, как-то вот интересно подобрано Здорово Даже удивительно, что это книжка 92-го года А не какого-нибудь там 2010-го Наверняка есть переиздание И еще в сети Очень классное Называется вот так Еще раз покажу Второй picture dictionary, который я взяла От Ladybird, он, конечно, проигрывает Она тоже неплохой Сначала, кстати, я взяла его Тоже тут все подписано Забыла, кстати, сказать В той книжке тоже есть такие подписи Не очень это мне всегда нравится Не знаю, зачем наши соотечники это делают А если уж делают, почему не стирают Что мне сразу же здесь не нравится Это то, что, например, Let it be начинается в конце Видите, да, все идет с Let it be И затем Let it be Одна картинка на букву Let it see тоже Ну, в общем, в хаосе Друг за другом буквы идут Понятно, что экономия места Ну, как-то Необычно Непривычно Не очень удобно В остальном Книжка тоже хорошая Но здесь вот просто такие тут Словосочетания Не предложения Но тоже очень хорошие Словосочетания И в конце Маленькие, небольшие Такие визуальные словарики Что-то тоже уже подписано кем-то И даже стерто все-таки Совесть заграла Вот Такие Дела Потом я взяла вот такую вот книжку Всем известную Ленинские музыканты Это серия First Reading То есть, когда ребеночек читает сам Поэтому здесь очень короткие, четкие фразы Естественно, я буду читать пока сама Темка В общем, вот такая вот она Стандартная из этой серии Мы часто пишем Следующая книжка Это про Паддмитона Книжка-картонка Новенькая Никто ее еще не брал Такая вот И последняя я взяла Подготовка к лету Вот такая вот Trees От Osborne Безумно красивая книжка Очень информативная Но это, конечно, больше для мамы Чтобы нам в парках И в саду В огороде На даче Вести Более-менее Мы заговорили о книгах Еще вот такой вот словарь У меня до этого был вот этот Я, по-моему, его как-то показывала В своих видео уже Очень он мне понравился Он, кстати, есть на Майшопе Ссылка будет внизу Не очень дорого стоит В рубле 800 Но я считаю, что для такого словаря Это недорого И мне нравятся здесь Вот очень вот эти вставки Тоже визуальные Музыкальные инструменты Здесь их много Вот велосипед по частям Я эти штучки себе сканирую Вот, пожалуйста Hotway Balloon Я эти штучки себе сканирую И в группу выкладываю Отдельными фотографиями Потому что это очень полезно Иногда не знаешь Как, например, у велосипеда Того же называется Какая-нибудь деталь А здесь у тебя все под рукой Вот, например, молочка Смотрите Или вот крупы Ой, приправы Так, астрология Виды лодочек Ну, в общем, в таком духе Все интересно Он такой очень большой словарь Ширину, наверное, сантиметра Два с половиной Огромный Вот И сегодня я взяла похожий Словарь И отсюда я тоже хочу Видите, сразу же открываю инструменты Но здесь более подробный Он такой все-таки уже Для более серьезной аудитории Для более взрослой Смотрите, тут все так расписано Прямо Досконально Египетские пирамиды Очень классные картинки Прямо все расписано Лошадь Чуть и не в разрезе В общем, я такие вещи люблю Можно долго, бесконечно Это все изучать Рассматривать Вот И какие-то части я буду сканировать Мне кажется, они перекликаются Даже В каких-то моментах Эти две книжки Но в то же время Друг друга здорово дополняют Ну и вот эти две книги Я уже показывала Это я начала читать в машине Мне она очень понравилась И я решила написать Игорю Ману Предложить перевести ее И опубликовать Издать в мифе Но оказалось, что она уже издана В издательстве карьеры пресс Но ее нет в наличии В интернет-магазинах Поэтому не знаю как Может быть, кто-нибудь И пересдаст ее Если это, конечно, имеет смысл И вот такую вот еще Книжечку взяла Почитать Сейчас, в общем, читай Зачитывайся На сегодня это все, ребят Пойдем укладываться Всем хорошего настроения Пока Субтитры сделал DimaTorzok